Ну а в Донбассе в эти минуты встречают новый, уже 50-й по счёту гуманитарный конвой. Грузовики МЧС уже приехали в Луганск и Донецк и вместе с жителем Юбилейный. Кстати, конвой встречает наш корреспондент Сергей Макаренко. Он выходит на прямую связь со студией Life из Донецка. Здравствуйте, Сергей. Ну машины, я так понимаю, уже начали разгружать. Конвой 50-й, юбилейный груз в нем все же традиционно. Это продукты питания, пассивной материал, аграрии ДНР готовятся к сезону. И учебная литература для донецких студентов. Кстати, глава колонны сегодняшней, юбилейной, это начальник Ногинского спасательного центра, где начинают формироваться все 50 колонн гуманитарной помощи. Вот что он рассказал, отвечая на вопросы журналистов. Автомобили 50-й гуманитарной колонны МЧС России прибыли в пункты назначения. Сейчас на специальных пунктах приема груза в Донецко-Луганской областях производит разгрузка гуманитарной помощи. В разгрузке принимают участие представители центров управления восстановлением Донецко-Луганской областей. Они же будут распределять груз по социально значимым объектам и среди нуждающего населения. Доставка гуманитарной помощи осуществлялась в полном соответствии с нормой международного гуманитарного права. Ну, чтобы было понятно, насколько жители молодой Донецкой республики нуждаются в этой помощи, приведем немного статистики. 50 колонн гуманитарной помощи, 130 тысяч школьников, 27 тысяч воспитанников детских садов ежедневно, бесплатно получают питание из продуктов питания, которые доставляют колонны гуманитарной помощи МЧС Российской Федерации. 5 тысяч человек ежедневно получают продуктовые наборы. Не стоит также забывать о большом количестве различного медицинского оборудования, оборудования спасательного оборудования, стройматериалов и запчастей, деталей к разрушенным, разбитым, артиллерийскими ударами электроподстанциям. Ну, то есть, без этой помощи Донецк в буквальном смысле накрыла бы самая настоящая гуманитарная катастрофа. Не стоит также забывать, что именно благодаря этой гуманитарной помощи и труду МЧС Российской Федерации донецкие дети встретили Новый год. Напомню, они привезли сладкие подарки, фрукты и, самое главное, живые елки. По случаю 50-й, вот, юбилейной колонны гуманитарной помощи, начальник Центра управления восстановлением Донецкой Народной Республики обратился к МЧС, сотрудникам МЧС Российской Федерации с благодарностью. Предоставим ему слово. Хочу выразить слова благодарности и глубокой признательности правительству Российской Федерации, непосредственному участнику этой благородной миссии, это МЧС Российской Федерации, за ту помощь, которую они нам оказывали и оказывают на сегодняшний день в столь тяжелое время для нашей молодой Донецкой Народной Республики. Сразу по окончанию разгрузки автомобили снова сформируются в колонну, это будет в Макеевке, в соседнем с Донецком городе, и отправятся обратно в Ростовскую область, где начнется формирование уже следующей колонны гуманитарной помощи для жителей Донбасса. Ну что ж, хочется верить, что всем хватит, этого достаточно будет. Спасибо, на прямой связи со студией из Донецка был наш корреспондент Сергей Макаренко.